Профессионалы на Мурмане, в столице Заполярье, продолжается ежегодный конкурс среди учащихся колледжей региона. Своё мастерство уже продемонстрировали судоремонтники и специалисты гостиничного бизнеса. Какими знаниями должен обладать современный продавец и как удивить самого требовательного покупателя. С участниками познакомилась Ольга Щетинникова. 11 конкурсантов из 7 колледжей Заполярье в трёх этапах конкурса демонстрировали строгому жюри знание продукции, умение работать с кассовым аппаратом, общаться с покупателями. Особенность профессионального соревнования этого года – номинация «Лучший подарок к 80-летию области» из продукции местных производителей, упакованной своими руками. У нас есть домашнее задание. Это упаковка подарка. То есть у нас подарок – это будет печень трески и упаковка, эксклюзивная упаковка, сделанная своими руками. Несколько ночей не спали, сделали очень интересную, как попьем ашир рыбу. Подарок, всем понравится, будет интересно. Важное условие – уметь не только продать товар, о котором конкурсант должен знать не только срок годности, калорийность, но и выгодно представить самого себя, как специалиста. Важны также грамотная речь, стрессоустойчивость, опрятный внешний вид. Вопросы жюри порой самые неожиданные. Участников могут спросить обо всем, начиная от энергетической ценности и составе продуктов, заканчивая качеством упаковки. Мы ежегодно поддерживаем конкурс профессионала на Мурмане в номинации «Продавец кассир». Проводим его обычно здесь, на базе кафе, в нашем супермаркете. Ежегодно придумываем различные конкурсы. В этом году акцент сделали на то, что продавец должен уметь продать не только свой товар, но и продать себя. Кроме того, используем товары местных производителей, чтобы показать, что наши торговые сети представлены, и наши продавцы должны уметь представить их своему покупателю. По оценкам жюри, уровень подготовки конкурсантов в этом году заметно вырос. Победителем этого года стала Анастасия Алексеева, учащаяся Аленегорского горно-промышленного колледжа. Второе место заняла Елизавета Мучкаева, Мурманский технологический колледж сервиса. И третьим стал Андрей Дьяков из Северного национального колледжа. Продолжение следует...